Больше сотни комплектов наград и команды из десятков регионов страны. Все это всероссийские соревнования по универсальному бою, которые открылись в пятницу в Тверском физкультурно-оздоровительном комплексе имени Султана Ахмерова. Тверь уже в четвертый раз принимает этот турнир. С каждым годом его масштабы растут, что говорит о популярности как самой дисциплины, универсальный бой, так и непосредственно соревнований. 500 участников, 32 региона приехало. Большое количество команд, большое количество участников, хорошая организация говорит о том, что темпы развития опережают. Среди регионов, делегировавших сюда свои сборные, и Ивановская область. 14 бойцов, из которых 6 – представительницы слабого пола. Надо же оправдывать репутацию города невест, шутят тренеры, отмечая при этом, что задачи эти девчонки ставят перед собой с самого высокого уровня. Ведь они уже увозили из Твери награды. Девушки тоже амбициозные у нас, тоже стремятся развиваться, стремятся повышать свой спортивный уровень. Кстати говоря, показывают достаточно неплохой результат. На прошлых соревнованиях у нас здесь были и победители, и призеры. Было две золотые награды, одна серебряная и две бронзовые. Что касается самих соревнований, то, как всегда, их участникам надо продемонстрировать самые разные навыки. И скорость, и ловкость, ну и, конечно, знание ударной и борцовской техники. Потому вид спорта и называется универсальный бой, который был разработан олимпийским чемпионом Сергеем Новиковым. Запрос на создание нового вида спорта последовал от заместителя министра внутренних дел Российской Федерации. И создать нужно было прикладной вид спорта. И, мне кажется, это получилось. А у кого из этих парней и девушек получится зайти на пьедестал почёта, а в идеале и завоевать золотую медаль, станет известно в субботу, 16 декабря, в завершающий день соревнований памяти Сергея Новикова. Продолжение следует...